Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала АЛАУ программа РТН Подробностей. В ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Валерия Зиновьева. 8 марта во многих странах бывшего Советского Союза, в том числе и в Казахстане, отмечается Международный женский день. Появился он как День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, но позднее несколько утратил политический контекст и стал отмечаться как день, когда поздравляют всех женщин абсолютно. Сегодня в современной повестке слова о равных правах для мужчин и женщин звучат вновь. Востребованной и модной стала тема феминизма. Вот обо всем этом, об успехе, реализации в работе, семье и политической общественной деятельности мы и поговорим сегодня. Со мной на связи Ирина Юрьевна Сулейменко, директор группы компании КАСС Консалтинг, член правления Ассоциации деловых женщин и Альянса женских сил Кустанайской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, с праздником, Ирина! Спасибо! Вас тоже, Валерия, с праздником! Всех женщин! Ирина, но вы человек, в который в бизнесе уже достаточно продолжительное время. И бизнесом занимаетесь, и общественной работой, и в политике некоторым образом с недавнего времени участвуете. Что в вашем понимании вообще современная успешная женщина? На мой взгляд, однозначного определения успешной женщины нет. Потому что для каждой из нас успех это индивидуальное что-то. Кто-то успешен в том, что он хорошо, допустим, печет пироги. Кто-то успешен в бизнесе. Кто-то это умеет совмещать и считает, что это успех. Поэтому, наверное, успешная женщина – это счастливая женщина, которая получает удовольствие от того, что она делает. Угу. А вообще, ну вот, лично, так скажем, в вашем понимании, успех, он обязан сопровождать, так скажем, ну, женщину, мужчину, вообще любого человека? Или, так скажем, состоятельность в бизнесе в каком-то другом деле это не мерило успеха? Ну, успешность и состоявшийся человек в бизнесе, наверное, это, ну, для меня это разные вещи. То есть успешным можно быть в разных сферах. Если мы говорим быть успешным в бизнесе, тогда, да, окей, мы тогда про бизнес говорим. Если просто успешный, то это может быть совсем для каждого индивидуально. Угу. Ирина, ну вот у меня такой вопрос. Вы бизнесом занимаетесь уже сколько времени? Около 20 лет. Ну, уже достаточно давно. И, как бы, и в делах все в порядке, я насколько понимаю. Но, тем не менее, вот в последнее время, я знаю, особенно активно, вы стали заниматься еще и общественной деятельностью, вы активный член Ассоциации деловых женщин. Вот зачем сегодня женщине, которая там реализовала себя в каких-то своих деловых начинаниях, реализовала себя в семье, зачем какая-то дополнительная общественная нагрузка, то, что это дает? Ну, во-первых, женская энергия – это неиссякаемый источник, и нам, женщинам, всегда хочется эту энергию куда-то применить. А здесь вот в общественных объединениях это очень успешно получается, да, потому что мы можем здесь, ну, в том числе, кстати, и общаться с женщинами примерно. Наверное, это из разных отраслей, но также, ну, допустим, те ассоциации, где я работаю, деловые женщины, в основном это руководители, собственники бизнеса. Вот здесь можно получить какой-то обмен идеями, обмен мнениями. Вот, а также можно потратить свою энергию на какие-то полезные дела. Ну, например? Ну, допустим, если мы говорим про ассоциацию деловых женщин, одно из направлений – это благотворительность. Ну, я не говорю, что это единственное направление, да, но вот одно из этих. И нам всегда, да, у нас у женщин, у мужчин тоже большое сердце, и нам хочется кому-то помочь, и здесь можно помочь, и знаешь, что до адресата обязательно эта помощь дойдет. А есть какие-то конкретные, так скажем, проекты, дела, которые вот совместно с ассоциацией деловых женщин, с альянсом женских снил, в которых вы участвовали, или, может быть, как-то способствовали их развитию, о которых сегодня можно рассказать? Ну, в 2020 году очень много таких было событий, да, когда было куда приложить такую энергию, и я знаю, что очень многие помогали, не только ассоциации или альянс, вот, но в том числе ассоциация деловых женщин помогала и больницам, и помогала людям, которые попали в сложную ситуацию, там, с медикаментами, многие работу потеряли, помогали с какими-то, с продуктами и так далее, в больнице тоже, там, воду завозили, и еще какие-то вещи были. Говорят, что не принято, да, говорить о таких вот вещах, о таких поступках, но в то же время, когда мы об этом говорили, рассказывали, многие хотели присоединиться и также хотели помочь. Я знаю, что не так давно вы буквально ездили в Алмату, там было событие, которое имело название, да, старт акции «Караван добрых дел». Вот немножко поподробнее об этом, если можно. Да, вот одно, я тоже хотела об этом рассказать, одно из больших событий, это «Караван доброты», когда он организован фондом Нурсултана Назарбаева при содействии ассоциаций деловых женщин, телекомпании «Хабар» и лечебно-оздоровительного центра «Акжет-Пес». Это уже в третий раз такое событие происходило, мне посчастливилось быть на мероприятии в Алматы, там собрались участники со всей нашей страны. Вообще заявок было подано больше 600, и 42 человека были награждены. Искали таких людей в Казахстане, которые помогли, которые сделали что-то хорошее, и победило вот 42 человека. От Кустанайской области было два человека. Парень Алексей, который поделился, отдал свою печень, четверть печени мальчику. И женщина Екатерина, которая собрала людей, попавших в сложную ситуацию, и она помогла документы оформлять, помогает сейчас с питанием, проживанием и так далее. Были номинации и по помощи животным, люди, которые открыли приюты для животных, помогают бездомным животным. Были детские номинации, кто-то детский с пожара спас, он помогал человеку, который тонул. Один маленький мальчик, деньги, которые накопил, тоже отдал. В ковидное время тоже собирали куда-то деньги на ИВЛ, по-моему. Такое мероприятие, которое не оставит никого равнодушным, потому что даже вот нам, да, мы посмотрели, ну и думаешь, что ты сделал такого полезного, хорошего, чтобы еще больше добра в эту жизнь привнести. Я знаю, что вот Альянс женских сил, который создан в Кустанайской области, был в прошлом году буквально, вы являетесь членом правления. Он решает многие, в том числе, социальные вопросы. Мы не так давно общались с Римой Чингисовной Биктургановой. Она рассказывала о том, что у Альянса есть идея создания некого кризисного центра для женщин, которые пострадали от домашнего насилия или оказались в какой-то сложной жизненной ситуации. Вот как сегодня этот проект двигается, потому что тема семейного, бытового насилия, ущемления прав женщин сегодня очень активно поднимается. Да, Альянс женских сил, кроме этого, направление еще поднимает вопросы продвижения женщин на уровне принятия решений в политике. То, что касается поддержки женщин, да, и открылся центр семьи Несибели, Басенова открыла такой центр. Туда можно приходить людям, те, которые стоят перед проблемой развода, и Несибелиза Ривановна помогает этим людям избежать развода. Ну и то, что касается ситуационного центра, также Рима Чингисовна очень большое внимание этому уделяет. Есть центры, где она помогает, и с людьми ведется большая работа. То есть вы в своих женских, так скажем, в сообществах, в ассоциации, в Альянсе собираетесь не просто чай попить, я так понимаю, какие-то проблемы, вопросы большие, глобальные, социальные, вы тоже поднимаете? Да, да. Ну и там, видите, объединяются женщины разные, да, вот, допустим, я из бизнеса, есть люди, которые, женщины из судебной системы, да, вот они бы, наверное, больше рассказали вот именно об этих направлениях, мы же не можем знать и уметь все. Вот, в этом и сила, что вот мы разные, объединяемся и решаем все эти вопросы. Ирина, вот на ваш взгляд, сегодня вот такие женские объединения, вот их становится больше и больше со временем, вот у нас в стране и там в соседних странах, это вообще дело нужное? И вот эти идеи продвижения женщин там по социальной лестнице, в бизнесе и так далее, они сегодня востребованы? Или это такая некая дань моде, когда сегодня женщин стараются продвигать по всем направлениям правдами и неправдами? Заслуживают они этого или не заслуживают? Ну, я считаю, что это оправдано. И, ну, вот, допустим, в этом году вы знаете, да, что президентом был издан указ, что должна быть 30-ти процентная квота женщинам и молодежи в партийных списках должно было быть не меньше 30-ти процентов женщин. И я считаю, что это оправдано, потому что, ну, как бы, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, что женщины, мужчины там одинаковые, не одинаковые, но все равно женщины понимают немножко другие вопросы, да, нас больше интересуют вопросы здравоохранения, образования. И когда баланс мужчин и женщин на уровне принятия решений, тогда получается баланс решения проблем, на мой взгляд. Вот, и чем больше, ну, вот сейчас, допустим, подняли вопрос, что нужно привлекать больше женщин, возможно, кто-то скажет, женщины не готовы, но уже на следующий раз, там, к следующему созыву женщины будут понимать, что да, нас тоже сюда допускают, будут учиться, и будет уже больше готовых женщин пойти, допустим, в ту же политику. Например, Альянс женских сил очень серьезно к этому вопросу подошел, и в предвыборной гонке, там, проходили обучение, много чему научились, общались вместе, и вы, наверное, знаете, может быть, Римма Чингизовна говорила, что из 96 женщин, которые принимали участие в праймерис из Альянса женских сил, прошли 93. Это очень большой показатель. Я считаю, что каждая из этих женщин достойна, потому что реально была серьезная подготовка, все очень серьезно к этому относились, и не просто это были разговоры. Я знаю, что вы тоже среди тех женщин, которые участвовали в праймерис и прошли, и дальше участвовали в предвыборной непосредственно уже компании. Что дал этот опыт? Насколько он был важен, нужен, или можно было без этого обойтись? Это очень интересный опыт. Во-первых, я познакомилась со многими людьми. Во-вторых, когда изучали предвыборные компании, своей партии, Акжол, других партий, ты понимаешь, что есть вопросы не только те, которые тебя лично касаются, твоей компании, твоей семьи, твоих близких. Есть вопросы, которые, допустим, касаются других жителей нашей страны. И, в принципе, они косвенно также влияют на каждого из нас. Поэтому более глубокое изучение всех этих вопросов расширяет кругозор, надо сказать, и помогает также стратегии бизнеса, вообще в отношении к происходящему вокруг нас. Ирина, я знаю, что вы успешная бизнес-леди, и сейчас занимаетесь много общественной работой, в том числе политической. Вот хотела спросить вас о том отношении в бизнесе мужчин к женщинам. Это серьезное отношение или несколько снисходительное? И меняется ли оно со временем? Я знаю, что вы много еще бываете и в других странах. Отличается ли у ваших бизнес-партнеров отношение к вам, как к бизнес-партнеру, к женщине здесь, допустим, и там, в Европе? Ну, я не знаю, мне повезло, наверное, но у меня никогда не было такого отношения ко мне чуть хуже, чем, допустим, к мужчинам. То есть всегда партнерские отношения, всегда хорошие отношения, да, может быть, иногда даже мне в плюс то, что я женщина. Были клиенты, которые сказали, эх, был бы ты мужчина, я бы с тобой весь день торговался, а Жене перед женщиной неудобно было бы как. Вот, по секрету скажу, что иногда это даже помогает быть женщиной в бизнесе. Вот, ну, в целом, лично мне, может, я что-то забыла, но лично мне никогда не мешало это, что я женщина, занимаясь бизнесом. Ну, возможно, знаете как, иногда сложнее, потому что у нас же еще есть роль матери, и иногда сердце, да, разрывается, что вроде нужно и поехать в командировку, и детей оставляют. С другой стороны, спасибо моей семье за поддержку, потому что они меня всегда с самого начала поддерживали. Вот, и дети самостоятельные, и учатся хорошо, и, в общем, удалось совместить. Я думаю, что если есть поддержка семьи, то совместить бизнес, карьеру и семью очень несложно. Ну, очень легко. Если вот кто-то смотрит нас, и вот начинающие девушки, женщины, предприниматели, которые хотят там построить свою успешную карьеру, какой, так скажем, совет вы могли бы дать, на что обратить внимание в первую очередь, на чем сосредоточиться, а что может быть в деле, так сказать, предпринимательском, не очень важно? Ну, первое, что, ну, вот если заниматься бизнесом, и я детям тоже всегда своим говорю, не бойтесь мечтать. Ставьте перед собой большие цели, мечтайте. Вот, ну, и все-таки потом эти цели нужно делать им декомпозицию, то есть нужно обязательно ставить цель, идти к ней, вот, и тогда все получится. То есть обязательно нужно планировать и обучаться. То есть постоянное обучение, сейчас мир очень быстро меняется, сейчас нет ни одной, наверное, профессии, которая была бы вот там, можно выучиться на программиста и спокойно работай программистом, или там на биолога. Сейчас даже больше можно заработать когда-то биолог вместе с программистом. Вот, ну, поэтому все время нужно учиться и не бояться своих планов и своих мечт. Вот в ваших общественных объединениях, в которых вы являетесь участником, есть ли какие-то программы поддержки, так скажем, именно для женщин-предпринимательниц? Вообще, как у нас сегодня, вот, государство, какие-то там государственные структуры, та же палата предпринимателей, какие-то там банковские, может быть, программы, есть специальные, именно вот, направленные на развитие женского бизнеса? Ну, я в Ассоциации деловых женщин буквально с прошлого года, но знаю, что было много очень форумов проводилось, мероприятий в поддержку женского предпринимательства. Наши партнеры — это управление предпринимательства, ЭКИМА, то есть мы плотно работаем. И для меня, вот, что, например, очень важно в Ассоциации, это информационная составляющая, то есть мы всегда можем, то есть очень разный круг людей, мы всегда друг у друга можем черпать информацию. На этот год, на 2021, тоже большие планы, но они больше вот именно развивающие, да, то есть мы будем проводить форумы, бизнес-форумы, бизнес-завтраки на обучение, на расширение кругозора наших женщин, на поднятие уровня именно, ну, такие, как сейчас говорят, soft skills, да, что тайм-менеджмент, например, вот такие вот вещи. То есть мы будем развивать женщин в этом году, большой план, потому что прошлый год мы не смогли ничего такого сделать, и сидели по домам. Если у каких-то женщин-предпринимательниц есть, ну, и не только предпринимательниц, да, женщин, которые там занимаются какой-то общественной деятельностью, есть желание стать членом там ассоциации или альянса, как это можно сделать? Это всем доступно или только ограниченному числу женщин? Какими навыками, знаниями она должна обладать, чтобы стать вашим организациям интересной? Должно быть самое главное желание принимать участие в общественной деятельности. Ну, на самом деле тут нет такого, что ты каждый день должен что-то делать, особенно, ну, просто быть просто членом. Поэтому, если есть желание примкнуть к этому кругу, то нужно обязательно подавать заявку, нужно там пройти собеседование с председателем, и я думаю, что проблем вступить не будет. Вот эти все общественные объединения, о которых мы сегодня с вами разговариваем, они имеют отношение, так скажем, к продвижению идеи феминизма, которая стала очень актуальной и модной в последние годы особенно мировой повестки? Я вообще слово «феминизм» не очень люблю, и я думаю, что оно как-то так не совсем нам подходит. Наверное, больше здесь гендер, да, гендер – это как-то равные права. И, в принципе, альянс женских сил поднимает очень серьезные вопросы гендерного равенства. И тут даже, знаете как, не то, что женщины, если, допустим, будут ущемляться права мужчины именно потому, что он мужчина в какой-то ситуации, то альянс будет защищать права и мужчины. То есть я не за феминизм, я за гендерное равенство. Но вот у нас, в нашем обществе, на ваш взгляд, пока вот перекосы существуют по отношению к женщине, там, к роли в семье, в обществе, в бизнесе и так далее? Или мы преодолели эти гендерные стереотипы? К сожалению, еще существует. Есть еще, да, у нас какие-то особенности культурные, там, есть стеклянный, когда женщина тоже в бизнесе или там по карьерной лестнице не может продвигаться. И очень много еще таких стереотипов гендерных, несмотря на то, что, допустим, если сравнивать нас с Америкой или с европейскими странами, я думаю, что мы жили в Советском Союзе, да, нас тогда всех уравняли, неважно, мужчина ты женщина, ты должен идти на работу, в то время, как, допустим, Европа, Америка боролись за то, чтобы там женщины могли так же работать, как мужчины, или еще что-то. Мы уже это делали, да, благодаря Советскому Союзу. Тем не менее, все равно такие стереотипы у нас так же существуют. Я благодарю вас за то, что вы сегодня вышли с нами на связь в этот праздничный день, поэтому я попрошу вас, может быть, есть желание поздравить какие-то слова теплые сказать для женщин, ваших коллег и вообще всех женщин, которые смотрят сегодня нашу программу. Спасибо, с удовольствием, с большим удовольствием поздравляю всех женщин. Желаю вам весеннего настроения, желаю вам реализовать все ваши планы. Пусть всегда рядом с вами будут близкие люди, пусть всегда будут любимые люди. Ну и самое главное, желаю вам крепкого здоровья, яркого солнечного настроения, несмотря на погоду. И пусть это настроение праздничное, пусть оно длится весь год, до следующего 8 марта. А потом еще раз будем друг друга поздравлять и желать праздничного настроения. Спасибо большое, спасибо за теплые слова. Я вам, дорогие телезрители, напомню, что с нами на связи в эфире была Ирина Юрьевна Сулейменко, руководитель группы компании КАС-Консалтинг, член правления Ассоциации деловых женщин и Альянса женских сил Кустанайской области. Спасибо вам за то, что вышли с нами на связь. Вас, дорогие телезрители, дамы, я поздравляю с международным женским днем. Всего самого хорошего, светлого, доброго солнца, улыбок, любви и тепла. До встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин